это программа игра в классике программа о людях которые играют в игры и об играх в которые играют люди говорим об актуальном вспоминаем классику меня зовут платон беседим добрый вечер 25 января день рождения владимира семёновича высоцкого в этом 2023 году ему бы исполнилось 85 лет 85 лет высоцкого честно сказать представить высоцкого этого лихого удалого человека с гитарой таким себе седовласым старцем шаркающим по квартире или по студиям ток-шоу честно сказать представить невозможно как не представляешь пожилым михаила лермонтова александра пушкина бориса рыжего владимира маяковского джимми хендрикса курта кабейна и других других они уходят молодым а вот соцком сказано не просто много избыточно много и восхищенного и критического и клеветнического и правдиво разного поэтому повторять общеизвестные вещи но на самом деле нет никакого смысла поэтому своей программе я постараюсь ответить на главный вопрос на мой взгляд на главный вопрос почему и благодаря чему владимир семёнович вошел в народное сознание в память народ я ни в коем разе не преувеличил вот знаете есть различные эпитеты популярный известный знаменитый но случае высоцкого это звучит как-то мелко и даже нелепо потому что высоцкий уже навсегда прописан в самом русском культурном коде как пушкин как александр невский как чайковский вот лет десять назад кажется проводился опрос относительно самых известных наших соотечественников 20 века на первом месте был юрий гагарин на втором владимир высоцкий тот самый высоцкий строчки из которого из песен которого также бессмертный как и знаковая гагаринская поехали да действительно владимир семёнович навсегда в русской вечность и более чем заслужен слово русский я произнес не случайно намеренно произнес ведь можно ли рассматривать высоцкого вне нашей страны вне нашего народа ну например можем ли мы назвать его советским исполнителем высоцкий советский исполнить как-то не так я сейчас на самом деле не о всех этих глупых и многочисленных инсинуациях сотрудничал он с кгб или не сотрудничал то неважно абсолютно неважно слову свою гражданскую позицию владимир семёнович обозначил одной блестящей лихой я бы сказал фразы брошенный им иностранным журналистам да у меня есть претензии к властям моей страны но решать я буду их не с вами слова тут споры изговорил он эту фразу не говорил но если говорил то просто пить вам высоцкий русский по матери еврей по отцу воспринимался как подлинно русский человек глубинно русский человек и при всем этом удивительно цельный человек и универсальный тоже он мог казалось бы все и петь под гитару и писать стихи на блистать на театральной сцене сниматься в кино сколько блестящих ролей по которым мы его помним все было подвластно высоцкому но при этом сколько бы банально это не прозвучало высоцкий всегда оставался собой кстати очень любопытен эксперимента я всем рекомендую читать стихи высоцкого на бумаге в книгах без аккомпанемента гитары читать и что удивительно все равно слышать этот характерный голос с надрывом с хрип отцой голос скрепляющий поколение голос ставший чем-то вроде пароля в идентификации свой чужой вот если человек понимает откуда эта строчка значит он свой значит с ним можно и нужно быть рядом до высоцкий помогает разобраться нам кто свой а кто чужой и вот в то же время раз уж я сказал о книжных его публикациях его поэзия на бумаге открывается совершенно по-новому нежели в песне просто поражаешься тому насколько мастерски это все исполнено насколько изобретателен и философичен поэт высоцкий он ловко очень ловко играет со словом но делает это так ненавязчиво и легко в этом слову один из секретов высоцкого в том что он не пытался возвыситься над другими он был человеком колоссальной эрудиции очень тонким чувствующим рефлексирующим великолепно разбирающимся в искусстве но никогда он не выпячивал своих знаний вот простые люди которые буквально толпами шли на его концерта мечтали его увидеть они видели перед собой простого мужика своего человека который меж тем мог донести через простые доходчивые вещи самые глубокие самые глубокие смысл да высоцкий был понятен народу но не какой-то такой убогой простотой нет ни в коем разе а что называется сердцем сердцу и поэтому его песни звучали и звучат и на богемных тусовках и высоких кабинетах и в коптерках простых дворников и сторожей да везде высоцкий умел быть своим в то же время конечно же невозможно представить владимира семёновича без гитары человек с гитарой через его песни восприятие шло ну что ли более полно насыщенно и безусловно его уникальнейший голос один на миллион собственно во многом поэтому высоцкий стал главным ну или одним из главных русских поэтов второй половины двадцатого века будь он просто издающимся на бумаге лириком вроде и в тушенке или вознесенского пусть и подчас выступающего на стадионах не снискал бы он такой народной любви такого народного обожания однако повторюсь все высоцком и пороки его в том числе и страданий беды все в нем было абсолютно естественно и цель при этом конечно вот я сказал страдания да ну при этом идеальная его биография для экранизации ярко сложно сочиненная полная трагизма и я бы так сказал предчувствие катастроф а вот русский человек он остро очень остро чувствует и сопереживает что важнее трагедии как бы не в силах оставаться в стороне и высоцкому сопереживали чувствовали его внутреннюю боль его внутренний надрыв надлом но и сам высоцкий как никто другой умел артикулировать боль вот тут я подчеркну что он умел артикулировать именно русскую боль понимаете в его судьбе в его жизни был надлом был нерв свойственный всей нашей русской истории ведь что есть последнее я отвечу строчкой пастернака поражение от победы ты сам не должен отличать да я уже цитировал эту строчку но и буду еще цитировать потому что в русской истории в русском архетипе если угодно одно неизбежно тесно переплетается с другим поражение от победы ты сам не должен отличать да у нас множество славных побед но и сколько боли сколько утрат вот например поколение прошедшие великую отечественную войну поколение родившиеся во время или после нее не хорошо помнят и знают об этом что поражение от победы ты сам не должен отличать поэтому этим поколением так близок владимир семёнович высоцкий его творчество он и сам к слову родился в 1938 году то есть детство его пришлось на военные годы вращаются все кроме лучших друзей кроме самых любимых и преданных женщин возвращаются все кроме тех кто нужны я не верю судьбе я не верю судьбе а себе еще меньше и и вот его надрыв он абсолютно искренен его боль настоящий знаете сейчас порой смотришь какие-то концерты выступления с экранов там появятся такие грустные лиричные иногда военные песни вот ты смотришь смотришь и как станиславский не верю не веришь этим артистам думаю что все это не по-настоящему не от сердца они просто как бы рисуются просто исполняет а вот когда слышишь видишь и в конечном счете чувствуешь высоцкого понимаешь что он предельно искренне я бы так сказал он обнаженный искренне и да конечно это заскорузлая банальность но я позволю себе ее она здесь уместно оголенный нерв вот словосочетание применимая к высоцкого к слову не случайно сборник владимира семёновича его поэзии назывался нерв да в его поэзии даже искренняя боль что и к примеру севастопольских рассказах толстого или в лучших произведениях писателей деревенщиков распутина белого абрамова и это боль она уже как бы прошла вроде бы позади но вместе с тем здесь же и боль будущее то что еще потрясет народ вот вы знаете в текстах высоцкого есть это тревожное предчувствие трагедии трагедии которая растянулась как бы и во времени в пространстве только представьте он написал 700 если не ошибаюсь стихотворение что-то вроде около того и почти каждая реакция на русскую боль высоцкий как бы словно пропускает через себя это высокое напряжение от того по факту быстро сгорает я кстати вспомнил тоже важная мысль я вспомнил писателей деревенщиков но высоцкий конечно же был певцом города певцом городские те кто надевать как позвонки встают на место так люди пытаются найти себя в этом сложном достаточно агрессивном мире и вот высоцкий помогает остаться человеком самых непростых обстоятельств потому что как ни крути но русская боль она неизменна и непрерывно на если угодно константы вот поэтому высоцкому и удалось пережить свое время понимаете не остаться там советской эпохи а переместиться в эпоху другую по факту самому стать человеком эпохой ведь нам всегда будет нужен тот кто может понять нашу боль кто может унять нашу боль высоцкий остается таким человеком оттого его песни звучат столь актуальны и сейчас любую песню я вот недавно слушал альбом в тридевятом царстве думаю как же актуально это звучит сейчас когда сдвинулись тектонические плиты истории как же актуально и высоцкий действительно дарит нам и надежду и силу силу на то чтобы жить потому что вслед за ним мы повторяем снова и снова строчки из его песни спасибо что живой это была программа игра в классике меня зовут платон беседина берегите себя и помните что жизнь только подражает литературе удача вам любви терпения силы послушайте сегодня вечером высот